Становились мы на одном из меляков возле коряжки И ветер говорит, что здесь у нас постоянно ловится щука Забрасываю я туда свою саару, блесенку И садится крепкая рыба Запорожье Какие ассоциации вызывает это название? В первую очередь, наверное, это Запорожская сечь Это Запорожская ГЭС Это Запорожский автомобильный завод И, естественно, мультфильм, как казаки в футбол играли Для меня же слово «Запорожье» ассоциируется с замечательными людьми С роскошнейшими спортсменами С талантливейшими художниками Если можно так сказать Это Виталий Сажнев Один из авторов и конструкторов приманок фишап Это Роман Шедетский Это Костик Драгомерецкий Естественно, это здоровяк Женька Макагон Его напарник Паша Гирич И вот, собственно говоря, к этим людям Сегодня меня и принесло Ночным поездом Я получил приглашение от этой банды Приехать к ним и один день порыбачить На интересной небольшой речушке Это типичная речка Равнинная Назовем ее условно средней Средняя ее ширина порядка 30-50 метров В некоторых местах есть разливы 80-100 метров Течения практически нет По малой воде Виталий говорит, что когда большая вода Идут дожди и вода поднимается Тогда течение какое-то есть Сейчас же вода очень низкая Лето было жарко И воды практически нет Соответственно, нет и течения Сразу скажу, что По количеству пойманных хвостов Это одна из самых результативных рыбалок На которые мне доводилось побывать Я имею ввиду щучьих рыбалок В размерном отношении Конечно же Это на самом деле Опять же условная рыбалка Несмотря на наличие Днепра в городе И огромного количества воды Эта речка очень популярна среди рыболовов Рыбача здесь от мала до велика Ловят здесь в основном карася Поплавочными удочками На живца ловят щучек И спиннингисты ходят, ловят щук Ну, щук тоже условно сказано Самый большой размер щук Который мы сегодня увидели Это был грамм 400 До 500, не больше В среднем же щука была там От 100 до 300 грамм Да-да-да, там и линжи отрывался Ну, получается, да Ну, получается, да С самого утра, как только мы приехали Мы сразу же снарядили силиконовые приманки Я поставил флита, конечно же Одна из моих самых любимых приманок А вот так вот, да Насколько я понимаю, это Ромка сделал третий заброс Из трех забросов две рыбы Сейчас быстренько снимем, как Ромка ее достанет И пока Виталик меняет приманку Может и самому удастся кинуть А ну, посмотри, у нее глаза прямые, не косые Ну, это вторая уже сегодня под низ подбагренная Виталя одну достал Да ладно Да ладно Называется флит всемогущий Ну, да Практически за несколько первых забросов я его обрыбил И увидел, что, так как глубина небольшая Я посчитал возможным и нужным даже Половить на колебалке Маленькие колебалочки у меня с собой были Это Суар 1,8 грамм И Лема 1,6 грамма Ну, это она тут подрастает, да? Собирается в пучу тут Ну, раньше тут были хорошие Я ей на джерке ловила здесь На джерке? А как речка называется? Как речка называется? Конка Конка Ну, у меня тут 4, по-моему, самая большая И 3 Причем не одна Вот и у меня только что под берегом На свале там Суары Лема блесна из форелевой серии Для ареоловли И оснащены они безбородыми крючками Первые же 3 поклевки Дали ярко это понять Потому что первые 3 поклевки Трансформировались в первые 3 схода Я сразу же сменил крючок На раундбенд джойнт хук Шестой номер И все наладилось Следующие поклевки В сходы практически Не трансформировались Субтитры делал DimaTorzok Собственно Я с утра как повесил эти колебалочки Я планировал еще маленький попер покидать Я планировал покидать в облерки Но Ловля на колебалке Была настолько увлекательной И интересной Что Я практически все 4 часа Которые мы посвятили рыбалке Ловил именно на них Доводить до коряжки Да? Угу Коряга далеко в воду уходит Ой, ой, ой Угу 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 Крючок Влюз Прикольно. Те, кто смотрел пару предыдущих наших видео, там где мы ловили больших щуп на колебалке, я уже отмечал, что эта ловля очень динамичная, интересная и что больше всего мне нравится в этой рыбалке это поклевки. Поклевки жадные, яркие, агрессивные. Собственно говоря, если это спроецировать на вот эту маленькую ловлю, то именно так все и было. Щучка была. Субтитры создавал DimaTorzok Используя деликатную снасть, удочку со вклеенной вершинкой, в частности префектжик до 7 грамм, мне удавалось очень успешно анимировать колеблющиеся блесна, мне удавалось великолепно их контролировать. Первые 15-20 забросов я приноравливался к водоему, корректировал свои забросы, корректировал проводочки и потом, разобравшись с ситуацией, я начал доставать щучек практически одно за другой. Ветол же, используя свои приманочки, в частности, Юшат 2-дюймовый, Фэнси Граб, этот твистер тоже 2-дюймовый, методично доставал из воды щук. Прошли мы по берегу порядка полукилометра, были участки однозначно рыбные, были участки однозначно безрыбные. На самых рыбных участках нам удавалось доставать до 3-4 щучек практически с одного места. Ладно, не хочет на колебалку, поставим флита. В то время, пока я думал сменить колебалку на флита, Ромка взял и достал рыбину. Ну, собственно, динамика вот такая происходит. Очень много было холостых поклевок, очень много сходов. И рыба, по уверению Ветола, сегодня как бы не сильно активная. Тем не менее, количество пойманной рыбы превысило абсолютно все мои ожидания. Безусловно, эта рыбалка мне очень понравилась. Тонкая снасть, маленькие блесна, ювелирные проводки, довольно сильные и агрессивные поклевки. Это именно то, зачем я сюда ехал. Дальше современности Тонкая снасть Тонкая снасть Вторая Продолжение следует... Один очень интересный момент был. Была очередная поклевка. Я подсек, вроде как рыбу подержал на крючке и сошла. Ну, я так думал, что сошла. Но когда начал выматывать леску, я понял, что блесны там и рыбы, соответственно, тоже уже нет. Застежка была застегнута, но блесны нет. Потом я посмотрел на заводные колечки, которые стоят на блеснах. И было видно, что небольшой все-таки зазорчик между витками есть. И я склонен полагать, что именно вот эта маленькая застежечка проскользнула между этим зазором и блесна соскочила вместе с рыбой. Был один откус, несмотря на 15-сантиметровый поводок. Кстати, о поводках. Поводки я использую винильские скрутки, самые тонкие. Не знаю, 0,15 толщина, наверное. Но они безумно тонкие и с ними довольно сложно обращаться. Но, тем не менее, поводков я сегодня использовал два. Есть возможность их немного выпрямлять. Но когда он уже совсем превратился в скрученную субстанцию, я его снял и заменил на новый. Еще один очень интересный эпизод. Вот, восстановились мы на одном из меляков возле коряшки. И ветер говорит, здесь у нас постоянно ловится щука. Забрасываю я туда свою саару, блесенку. И садится крепкая рыба прямо из-под коряги. Так как поклевка была мощной, я подумал, что это щука. Но по сопротивлению я понял, что все-таки не щука. И уже начал думать, что поймал хорошего толстого орбатого окуня. Но, когда я рыбу потянул к берегу, я увидел, что это была роскошнейшая красноперка. Которую мы тут же сфотографировали и тут же зафейсбучил. Спасибо Ветолу за красивую фотографию. Виталий, а ты должен меня сфотографировать на свой айфон и на свой фотоаппарат. Был период времени, когда колебалки однозначно переигрывали в силикон. Но это время было очень коротким. Там 15-20 минут я достал штук 5 или 6 небольших щучек. Зато силиконовые приманки, пусть и не с такой частотой стреляли, но зато равномерно весь день практически в любом месте. Если блесна 1,6-1,8 грамма в некоторых местах перелетала едва за середину речки, то силикон пробивал все расстояние от берега до берега. И очень много поклевок на силикон было именно из-под того берега, из-под камыша. Дождь. Сегодня целый день шел дождь. Сильнее, слабее. Были, конечно, небольшие промежутки между этими тучами грозовыми, но целый день шел дождь. Когда подходила одна из грозовых туч, и я после заброса закрывал скобу, мне показалось, что меня ударило током. Но следующий заброс и опять закрывание скобы рукой подтвердили мои догадки, потому что, в принципе, катушка разрядилась настолько сильно, что, в принципе, минут 15 у меня еще потом болели пальцы. То есть атмосфера была настолько наэлектризована, что катушка капитально разряжалась прямо по пальцам. Еще раз хочу, друзья, напомнить о технике безопасности. Когда подходит грозовая туча, старайтесь завязывать с рыбалкой, потому что разрядиться может настолько капитально, что потом в кучу не соберут ни по чертежам, ни по памяти. Времени рыбачить нам осталось совсем немного. Ветол тянет вторую рыбу, пока я тут наговариваю текст на мосту. Так что, пожалуй, пойду и я половлю. Вот так вот, собственно говоря, я провел сегодняшний день. Завтра утром я надеюсь порыбачить в компании Женьки Макагона с лодки, половить щуку. Надеюсь, с нами поедет и Ветол Сажнев. Так что, если будет интересно и там, то обязательно вам покажу. С вами были Олег Мясников, Ветол Сажнев, Роман Шейдетский. До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok